Доброе утро! Вероятно, что сегодняшнее утро мы встретим позитивно, потому что в ближайшие полчаса вы узнаете много нового и интересного. Наша программа откроет рубрика «Разминка» и прямо сейчас новые упражнения от нашего тренера, которые помогут встретить этот день активно. Доброе утро! Сегодня самое то настоящее утро, когда нужно начинать его с растяжки. Итак, мы приступаем. Исходное положение – ноги шире плеч. Принимаем легкие выпады с ноги на ногу. Пять, четыре, три, два, один. И делаем выпад в сторону одной из ног. Как можно глубже, отводя ножку в сторону. Плужините вниз. Еще пять, четыре, три, два, один. Разворачиваемся в сторону. Обратите внимание, что задняя нога на носочке. Отважаем руки вверх. Выдвините. Обратите внимание, спина прогнута. И еще пять, четыре, три, два, один. Опускаем руки до параллели со стопой. И выпрямляем колено. Тянемся грудью как можно ниже. Стараясь задеть грудью колено. Еще пять, четыре, три, два, один. Внимание, переходим в выпад. Руки через центр. Тянемся вниз. Грудью вниз. Еще пять, четыре, три, два, один. И переходим на выпад в другой ноге. Сюда присоединяем таз ниже к колу. Еще пять, четыре, три, два, один. Разворачиваемся в сторону. Руки вверх. И тянемся. Пять, четыре, три, два, один. Внимание, руки до параллели с полом. Выпрямляем наши колено. И тянемся грудью. Пять, четыре, три, два, один. Снова в выпад. И перемещаемся в центр. Тянем таз вниз. Еще пять, четыре, три, два, один. И внимание, отрываем носочки. Руками делаем шаги назад. И фиксируем все в этом положении. Пять, четыре, три, два, один. Шаг вперед руками. И медленно собираем носочки. Будьте аккуратны. Ноги хорошо растянуты. И никаких резких движений. И внимание, примите исходное положение. Ножки слегка согнуты. Охватите их сзади. И закругляйте спинку. Два, еще три, два, один. Выпрямляем. И поднимаемся на носок. Пять, четыре, три, два, один. И переходим к растяжке в верхней части нашего тела. Начнем с грудных мышц. Обходите себя левой рукой, а правую тяните назад. При этом старайтесь корпусу смотреть прямо. Еще пять, четыре, три, два, один. Поменяли. И пять, четыре, три, два, один. Внимание, ручки в замок. Пальчики смотрят на нас. И продолжаем округлять нашу спинку. Еще пять, четыре, три, два, один. Тянем руки вверх, вдоль линии ушей. И словно нас держит вороты и тянем к потолку. Еще пять, четыре, три, два, один. Вдохнули ручки. Обхватили их сзади. И тянем. Вводим лопатки и стараемся поднять руки как можно выше. Вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох. И заключительный вдох. И выдох. Спасибо за внимание. Рубрика «Этот день» уже приготовила подробный отчет о 28 сентября. Мы с удовольствием послушаем обо всех знаменательных событиях, которые происходили и происходят 28 числа 9 месяца. А заодно послушаем, кто сегодня отмечает свой день рождения из популярных людей. Ну и, конечно, наши дорогие именинники не останутся без внимания. Доброе утро, друзья. Сегодня 28 сентября. В России отмечается День работника атомной промышленности, а также День генерального директора. Еще сегодня Всемирный день борьбы против бешенства. А в Китае День рождения Конфуции. В 1618 году в Брусселе в этот день был открыт первый в мире ломбард. В 1864 году в Лондоне создан первый интернационал. В 1953 году Никита Сергеевич Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС. Родились в этот день Микеланджело, Борис Ефимов, Георгий Товстаганов, Марчелло Мастрояни и Бринджит Бардо. Именин его Андрея, Григория, Дмитрия, Ивана, Игнатия, Иосифа, Леонида, Людмилы, Макара, Максима, Марии, Никиты, Николая, Петра, Семена, Степана и Якова. Не забудьте поздравить своих родных и близких. Пришло время для того, чтобы улыбнуться вместе с рубрикой «Устами младенца». Сейчас наши самые маленькие телезрители расскажут о таком прекрасном и светлом чувстве, как любовь. Интересно узнать, что они думают по этому поводу. Любовь. Да, но я не знаю, что такое любовь. Просто не знаю. Любовь – это когда все любишь. Это когда любишь. Любовь – это значит, что два человека любят тебя. Решетка на плите редко бывает чистой. Многие хозяйки хоть раз, но задумывались о том, как очистить ее, при этом не прилагая множества усилий. Дело в том, что решетка от плиты достаточно неудобна и редко помещается в мойку. Но в следующем сюжете мы расскажем о том, как почистить решетку от плиты, при этом особо не напрягаться. Решетка будет выглядеть как новая, если проделать с ней такой трюк – поставить решетку в пластиковый пакет. Добавить туда 3 столовые ложки нажатырного спирта. Оставить решетку лежать в спирте на 12 часов. Никакой грязи не останется. Специи, если они открыты, со временем теряют свой аромат. И через несколько мгновений мы решили с этим бороться. Мы расскажем о том, как сделать, чтобы ваши специи были всегда ароматными. И даже немного усилить их аромат. Итак, дорогие телезрители, все внимание на телеэкраны. Ни для кого не секрет, что со временем молотые специи теряют свой тонкий аромат. Несмотря на то, что до окончания срока годности еще далеко. И в этом зачастую виноваты мы, хозяйки. Не закрыли пакетик должным образом. Вот запах весь и выветрился. И все добро убирается в мусорное ведро. Но не надо спешить. Есть отличный вариант, как вернуть специи прежнюю силу. Достаточно разогреть специи в микроволновой печи на полной мощности 30 секунд. И запах, и вкус тут же вернутся. Компот это очень полезный, вкусный, самое главное, домашний напиток. И у него множество полезных свойств. Если вы думаете, что компот не будет любим вашими домочадцами, то вы кардинально ошибаетесь. Ведь поверьте, компот, сделанный своими руками, отдает не только прекрасный аромат и вкус, но и теплоту ваших рук. О полезных свойствах компота в следующем сюжете. Полезные свойства компотов известны с давних времен. Поэтому некоторые разновидности напитка считаются лекарственными средствами, которые используют для профилактики и лечения некоторых видов заболеваний. Калорийность компота также зависит от состава первоначальных ингредиентов напитка. Кроме того, следует учесть, что калорийность компота напрямую зависит от количества сахара в составе конечного напитка. Польза компота кроется в первую очередь в химическом составе продукта. Как правило, напиток изготавливают из фруктов или ягод, которые содержат большое количество полезных витаминов и минералов. Поэтому совершенно неудивительно, что польза компота для человеческого организма очевидна. Однако даже такой полезный и диетический напиток, как компот, может нанести существенный урон вашему здоровью. Вред от компота может выразиться в возникновении стойких аллергических реакций. Обычно такое случается, если человек страдает индивидуальной непереносимостью составных ингредиентов напитка. В большинстве случаев вред от компота довольно легко предотвратить. Достаточно всего лишь поинтересоваться, из каких ягод и фруктов изготовлен напиток. Перекись водорода поистине уникальное средство. Оно защитит вас от раны, ну и, конечно же, вашу одежду от пятен. Как очистить одежду от пятен крови при помощи перекиси водорода, вы узнаете прямо сейчас. Следы от крови с одежды можно легко удалить с помощью перекиси водорода. Его необходимо просто нанести непосредственно на пятно. Вы сразу увидите реакцию – шипение. Подождать необходимо где-то минуту, а затем смыть водой комнатной температуры. Если пятно застарелое, то повторить процедуру, пока пятно не исчезнет. На цветных тканях перекись не советуем использовать, так как вместе с кровью смоется и краска. Почистить ковер в зимнее время достаточно просто. Можно по старинке вынести его на белоснежный снег и сделать его не очень белоснежным. Но в следующем сюжете мы расскажем о способе почистить ковер, при этом абсолютно не покидая помещение. Я думаю, что многим хозяйкам придется на заметку. Продолжение следует... Можете начинать чистить. Сейчас страничку в социальной сети не имеет разве только что ленивые. Даже дети, начиная примерно с 9-10 летнего возраста, заводят интересных друзей посредством социальных сетей. Но мы в следующем сюжете решили рассказать о том, что грозит вам, если вы будете слишком активно делиться своей личной жизнью посредством такой социальной страницы. Итак, дорогие телезрители, я думаю, что эта информация придется абсолютно всем и каждому кстати. Поэтому смотрим внимательно и не отходим далеко от телевизоров. Социальные сети сделали нас доступнее и открытие для массовой аудитории. Практически каждый желающий теперь может посмотреть наши фотографии, узнать наши музыкальные вкусы, а иногда даже номер мобильного телефона, состав семьи и домашний адрес. Зависимость некоторых пользователей от социальных сетей привела к тому, что мы без труда можем восстановить весь их день с точностью чуть ли не до минуты. Активность в социальных сетях имеет две стороны одной медали – подглядывание в замочную скважину за друзьями и знакомыми и выставление на всеобщее обозрение собственной жизни. Выставляя свою жизнь на всеобщее обозрение, не лукавим ли мы, не стараемся ли произвести впечатление на окружающих, быть лучше, чем мы есть на самом деле. Ведь фото для размещения в социальных сетях тщательно отбираются и забракованные фото никогда не увидят мир. На выставленных фото мы должны быть при полном параде и выглядеть лучше всех. Поэтому никто не увидит нашу незастеленную кровать или лицо без макияжа. Никто не хочет выкладывать фото с неудачным ракурсом в некрасивой одежде. Хотя, если честно, понятие красоты у всех разное и иногда в социальных сетях можно найти такие шедевры, что плохо становится. Выкладывая свои фотографии, нужно быть готовым не только к потоку лестных комментариев, но и критике. Поэтому, если вы не знаменитость, перед тем, как нажать кнопку «загрузить фото», стоит несколько раз подумать, а нужно ли вам это и готовы ли вы к негативным комментариям. Соприкосновение с чужой жизнью дает ощущение вовлеченности. Человек имеет возможность прожить чужую жизнь, не разрушая свою, получить новые впечатления на безопасном расстоянии. Экспертная позиция в данном случае выигрышна по всем направлениям. Комментатор получает для себя подтверждение, что уж его-то жизнь по сравнению с другими наполнена смыслом и духовным ростом, или убеждается в том, что ему есть куда расти. При этом, если человек видит ущербность собственной жизни, есть два варианта развития событий. Для одних это является стимулом для достижения новых результатов, а для других – поводом для зависти и депрессии. Ну что ж, дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Я напоминаю еще раз, на календаре у нас сегодня 28 сентября, понедельник. Мы начинаем новую рабочую неделю, и уже на этой неделе начнется новый осенний месяц. По этому поводу давайте лишь улыбаться и не будем обращать внимание на то, что тепло медленно, но верно будет от нас уходить. Самое главное – сохранять это тепло внутри нас, в своей душе. Всем отличного настроения, хорошего понедельника, до скорых встреч!